Я верю, что мы живем в один из наиболее ответственных моментов для христианской церкви. Нужно, чтобы буквально каждый человек исполнил свое предназначение. Для церкви пришло время осознать, весь мир ожидает то, что можем дать только мы, верующие в Бога. Здравствуйте, я Джон Бивир. Добро пожаловать на передачу «Посланник». Мы говорим о непреклонной силе, которая нужна вам для того, чтобы никогда не сдаваться. Я хочу рассказать вам о фильме, который я посмотрел 10 месяцев тому назад, когда только сел писать книгу. Это старый фильм, который называется «Призрак и тьма», в котором снялись Вэл Кильмер и Майкл Дуглас. В нем рассказывается о конце 19-го столетия, когда строился мост через реку в провинции Цаву. Фильм начинается с того, что строительство моста задерживается, и они приглашают опытного инженера, чтобы закончить его вовремя. Инженера играет Вэл Кильмер. Его героя зовут Патерсон. Он приходит на то место, где строится мост, но скоро узнает, что по ночам пропадают люди. И с развитием сюжета мы узнаем, что там есть два льва-людоеда, которые забирают людей. Они устраивают различные ловушки и прочее, чтобы поймать этих львов. Но львы избегают этих ловушек. И когда число жертв достигает 30 человек, они решают нанять великого охотника, которого зовут Ремингтон. Это был американец. История основана на реальных фактах. И вот приехал Ремингтон, и он начал ставить ловушки и охотиться на львов. Но львы вновь ускользали от них. В итоге, когда число жертв достигло отметки в 130 человек, бригадир увидел, как со станции ушел поезд, на котором уехали все его рабочие. Они спасались бегством. Это был ключевой момент фильма, который повлиял на меня. Нам показывают Патерсона, который смотрит, как сотни человек спасаются бегством из-за страха перед львами. И вот все они уехали. Всего осталось три человека, которые решили разобраться с этими львами-людоедами. Я не буду подробно рассказывать сюжет, но в итоге, после долгих усилий, они все-таки убивают этих львов-людоедов. И вот люди возвращаются назад, и они проявляют огромное уважение к этому человеку, Патерсону. Этот фильм показал мне, что мы также строим мост. Мы строим мост между небом и землей. Мы посланники. Мы несем Царство Небесное на эту землю. Но Петр говорит, «Дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». У нас есть враг, но как и у тех героев, у которых было оружие, которого не было у львов, мы имеем оружие, которое нет у нашего врага. Библия говорит, что Иисус разоружил все силы власти. И Он сказал, «У Меня есть ключи». У Него есть оружие, и Он дал его нам. Вопрос в том, кем мы будем. Что выйдет из нашей жизни? Будем ли мы людьми, которые поддаются влиянию трусливых людей, которые бегут от трудностей? Или мы будем такими, как Ремингтон и Патерсон, которые встали на пути этих львов и сделали то, что должны были сделать? Итак, для того, чтобы это осмыслить, я хочу, чтобы мы посмотрели на слова Соломона. В книге «Экклесиаст 7.8» Соломон говорит, «Конец дела лучше начала его». Кто из вас знает, что то, как мы заканчиваем, намного важнее того, как мы начинаем? Сейчас самое время сказать «Аминь». Будь то отношение, цель или время в нашей жизни, или вся наша жизнь, «Конец» — самая важная часть. И для того, чтобы хорошо закончить, мы должны хорошо жить. Аминь? Но учитывая тот факт, что в этом мире есть противодействующие силы, мы должны научиться никогда не сдаваться. Это значит, что мы должны развивать в себе непреклонность. Аминь? Как же нам развивать в себе непреклонность? Почему это качество так важно? Сейчас я буду с вами полностью откровенен. Меня уже давно тревожит то, что многие христиане не закончат хорошо. Знаете, Бог дал мне видение, и я хочу поделиться им с вами. В нем я видел человека, который плыл в лодке. Он греб в обыкновенной лодке против сильного течения реки. Этот человек греб изо всех сил. Греб и греб против течения реки. Время от времени мимо этого человека проплывали большие корабли, которые шли по течению. Они не прилагали никаких усилий и плыли по течению. Они не гребли, как греб этот человек. Они просто наслаждались жизнью, расслаблялись, и время от времени смотрели на него и насмехались. Но этот человек греб дальше и дальше. И дальше в этом видении. Я увидел, что этот человек устал. Он сложил весла. Поскольку он двигался, у него еще осталась инерция, которая толкала его вверх по течению. Но так как течение было очень сильным, он внезапно остановился. И тут его начало нести по течению. И теперь он уже плывет по течению, даже несмотря на то, что он смотрит против него. И потом в видении я увидел еще один корабль, который проплывал мимо, и этот корабль также смотрел носом против течения. Люди в нем сидели отлично, проводили время. И когда он увидел, что их корабль повернут против течения, и его лодка повернута так же, он решил к ним присоединиться. И на этом видение закончилось. Как истолковать это видение? Река — это мир. Лодка — это наше тело, посредством которого мы функционируем в этом мире. Человек в лодке — это верующий. Его весла — оружие Божьей благодати. Корабли — это люди, собравшиеся ради одной цели. А течение — это принцип работы системы мира. Благодаря веслам благодати, он смог противостоять течению. Его физические силы, которые представляли его веру, начали истощаться. Он решил, что ему не хватит сил, чтобы доплыть. Вы со мной? Для того, чтобы достичь цели, данной нам Богом, нам придется идти против течения этого мира. Нас ждет сопротивление, потому что течение мира, которое подвластно силам дьявола, противостоит потоку Царства Божьего. Он думал, что у него не хватит сил, хотя они и были. Он сложил весла, и когда он сделал это, он сначала продолжил двигаться вперед благодаря инерции. Но вот в чем опасность. Именно здесь, в игру, вступает обман. Потому что человек перестал делать то, что он делал для того, чтобы двигаться вперед. И теперь он двигался вперед благодаря инерции. Внезапно он остановился. Если вы плавали на лодке против течения, и внезапно остановились, то вы не понимали этого, ведь вы двигались по инерции. Вы внезапно остановились и начинаете плыть по течению, даже не понимая этого. Это называется обманом. Вы следите за мыслью? И теперь он плывет по течению, плывет вместе с системой этого мира, хотя и смотрит против него. То есть он все еще похож на христианина. Говорит, как христианин. Ходит в церковь, отдает десятину, но в реальности плывет вместе с миром. И вот мимо него проплыл еще один корабль. В отличие от других кораблей, которые плыли носом по течению, этот плыл носом против него. Когда он увидел, что и они плывут по течению носом наоборот, то он решил к ним присоединиться. Теперь обман стал еще больше, потому что теперь появилась целая группа людей, которые ведут одинаковый образ жизни. Вы со мной? Итак, вспомните, что апостол Иоанн сказал в своем послании. Он говорит, что в своих постоянных бесконечных желаниях мир движется к погибели. Но ориентир того, кто делает то, чего хочет Бог, — вечность. Это видение описывает три категории людей. Во-первых, неверующих, которые порабощены поглотившими их желаниями. Другой образ — это образ настоящего верующего, который должен постоянно грести, грести и грести, чтобы продвигать Царство Божье. Помните, Павел сказал в третьей главе послания к филиппийцам, «Я простираюсь вперед. Вы со мной?» Ну а третья личность — это обманутый человек. Он прячет свои мотивы и желания под видом христианства и неправильным использованием Писания. После того, как я по-настоящему понял это видение, то слова автора послания к евреям, которые он сказал в 12 главе, с 12 по 15 стих, стали для меня понятны. Он говорит следующее, «Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени и ходите прямо ногами вашими, храните это и не отворачивайтесь от благодати Божией». Это было написано верующим. И после того, как вы услышали мой рассказ о видении, я думаю, вы со мной согласитесь. Будучи детьми Божьими, мы должны отчаянно желать хорошего конца. Вы скажете на это «Аминь». Позвольте мне дать вам определение непреклонности. Давайте начнем с этого. Непреклонность — это твердое, стабильное отношение или положение, где сомнению нет места. Иначе говоря, оно не меняется. Что это значит? Это значит, что вы не передумываете, не размекаете и не сомневаетесь. У слова «непреклонный» есть синонимы. Я всегда люблю смотреть синонимы. Твердый, решительный, настойчивый, не идущий на компромиссы, не поддающийся, с нераздвоенным разумом. Разве вы не радуетесь только от прослушивания этих определений? Позвольте мне прочитать вам Евреям 12.1. Апостол говорит, давайте бежать. Скажите «бежать». Давайте бежать с терпением. Терпение означает непоколебимая настойчивость. Давайте бежать с непоколебимой настойчивостью в той гонке, которая нам дана. Разве не интересно то, что непоколебимость является самой главной чертой, которую мы должны иметь для того, чтобы хорошо закончить? Я говорю о христианском поприще. Вы со мной? Обратите внимание на то, что апостол не говорит. Давайте бежать с радостью, давайте бежать с целью, давайте бежать с серьезностью. Все это важно, но единственная характеристика, которую он выделяет, это то, что мы должны бежать по жизни с непоколебимым духом. Аминь? Вот почему эта серия так важна. Потому что для того, чтобы хорошо закончить, нужен непоколебимый дух. Возможно, вы сталкиваетесь с трудностью в семье, браке, на работе, в бизнесе, в школе, в финансах, здоровье, или, самое важное, в попытке достичь потерянных людей этого мира для Иисуса Христа. Но позвольте мне кое-что вам сказать. Ваша ситуация может казаться вам безнадежной. Вы можете не видеть решения. Потоки искушения и истощения могут стараться заставить вас отказаться от цели и побудить поплыть по течению. Но благая весть в том, что Иисус сказал в Евангелии от Марка 10, 27, «Человекам это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу». Вы можете сказать на это «Аминь»? Это не зависит от того, с чем вы сталкиваетесь. Позвольте мне сказать вам. Иисус дал условие в Марка 9, 23. «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». То есть, нужен непоколебимый верующий. Скажите «верующий», чтобы увидеть, как невозможное становится возможным. Ведь в этом и есть суть данного послания. Вы можете встретиться с тем, что находится за пределами ваших способностей, и по Божьей благодати увидеть невозможное, как возможное. Аминь? Поэтому для начала я хочу взглянуть на одно из самых сильных мест в Новом Завете. Между тем, что вы слышите сейчас, и что услышите в третьем уроке, вам покажется, что я сошел с пути. Но это не так. Я не сошел ни на сантиметр. Я хочу сказать, что до конца второго и третьего урока вы просто обязаны начать взращивать в себе непоколебимый дух. Римлянам 5.17. Это место стало одним из самых моих любимых в Библии. В нем говорится, «То тем более приемлющее обилие благодати». Скажите, «обилие благодати». «И дар праведности будет царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа». Вот это да! Будут царствовать в следующей жизни. Если посмотреть в переводе новой международной версии, то вы увидите там фразу «править в жизни». Если посмотреть на расширенный перевод, то вы увидите фразу «править как цари в жизни». Я люблю говорить «цари» и «царицы». Потому что женщин это касается точно так же, как и мужчин. Там написано, «вы будете править в этой жизни». Скажите, «в этой жизни». Мы будем когда-нибудь править на небесах. Позвольте мне поделиться с вами определением слова «царь». Царь или царица – это тот, кто является верховной властью в определенной сфере. Слово «править» означает доминировать или иметь огромное влияние. Итак, «править как царь или царица» означает доминировать с верховной властью или влиянием над конкретной сферой. Что это за сфера? Сфера жизни. Иначе говоря, жизнь не должна управлять нами, но мы должны ею управлять. Аминь. Я уже много лет слышу заявление о дефолте, и я хочу разрушить его прямо на первом уроке. Каждый раз, когда вам кажется, что все выходит из-под контроля, когда трудности приходят в вашу семью, к вашим любимым, когда к вам приходит то, что кажется значительно больше наших способностей, мы говорим, «Бог контролирует все». Кто из вас слышал, чтобы кто-то говорил такое? Такое утверждение означает, что нет причин, чтобы бороться и сопротивляться, потому что Бог по своей любящей природе каким-то образом превратит трудности в добро, потому что Он все контролирует. Но позвольте мне сказать вам, Бог не контролирует все в таком смысле, как это представляют себе люди. Некоторые из вас уже готовы выйти из зала. Я это вижу. Но выслушайте меня. Псалом 113, 24 гласит, «Небо, небо Господу, а землю Он отдал сынам человеческим». Вы это слышали? Землю Он дал сынам человеческим. Позвольте прочитать вам этот стих в переводе послания. «Небеса для Бога, но Он поставил нас во главе земли». Итак, кто стоит во главе земли? Мы. Кто-то скажет, «Джон, но Библия же говорит, что Господня земля, и все, что наполняет ее». Это правда. Позвольте мне помочь вам понять, что это значит. Знаете, я смотрю на свою прекрасную тещу. Она сидит и улыбается. Она жила в Орландо, во Флориде, вдали от внуков и правнуков. Мы с Лизой хотели, чтобы она стала жить ближе. Поэтому мы нашли ей дом недалеко от нас. Я позвонил ей и сказал, «Шарлин, мы нашли для вас домик. Вы бы не хотели переехать сюда и помочь нам в нашем служении. Вы бы были ближе к внукам и правнукам». Когда она приехала и увидела этот дом, она стала плакать от счастья. За последние несколько лет она стала важной частью нашей семьи. Я очень рад, что она здесь. Когда мы с Лизой купили этот дом, мы решили брать с нее арендную плату каждый месяц. Мы приняли такое решение, чтобы Шарлин чувствовала свое достоинство. Она платит нам 200 долларов или что-то около того. Но это ее дом. Я не прихожу к ней и не говорю, «Эй, Шарлин, вам нужно поставить мебель вот так, а вот эту картину вам нужно повесить сюда. С кем вы сегодня обедаете?» Я не хочу, чтобы сюда приходил кто-то, кто выглядит вот так или ведет себя вот так. Я хочу, чтобы вы каждый день все пылесосили. Я не говорю ей этого. За все то время, что она живет там, а она живет там уже около четырех лет, я никогда не приходил к ней с целью проверить, как она там все устроила, потому что это ее дом, и я отдал его ей. Владелец этого дома я, но я отдал его ей. Бог использует тот же самый принцип. Он владелец земли, но он отдал ее людям. Проблема возникла, когда Адам согрешил. Тем самым он перестал повиноваться Богу и отдал землю другому хозяину, которого зовут Сатана. И в итоге на этой планете начали происходить вещи, которые противоречат Божьему желанию. Болезни и запустения. Это не Божья воля. Позвольте мне сказать вам кое-что. У Бога возникла проблема. Ведь не только человек оказался в руках Сатаны. Вспомните, что Сатана сказал Иисусу в пустыне, «Все царства мира принадлежат Мне». Когда же они стали Ему принадлежать? В саду, когда Адам посредством своего греха отдал Люциферу то, что Бог дал ему. И теперь у Бога возникла проблема. Он говорит, «Я люблю людей. Я люблю человечество. Я хочу, чтобы они вернулись ко Мне». Но Он не может обойти Свою святость, чтобы вернуть человека. Вот почему Иисус пришел родиться от женщины. Он был на все 100% человеком. Но поскольку Он был рожден от Святого Духа, то Он на все 100% Бог. Именно поэтому Иисус был свободен от проклятия греха, с которым рождаются все люди. Читая Библию, вы могли обратить внимание на то, что Он постоянно называет Себя Сыном Человеческим. Он постоянно говорит, «Сын Человеческий, Сын Человеческий». Потому что именно человек должен был забрать то, что отдал Адам. Иисус сделал это. И Библия говорит, что Он разоружил все начальства и власти. Теперь Иисусу принадлежит та власть, которую Адам отдал Сатане. Вот почему Он говорит в 28 главе Евангелия от Матфея, «Да нам не всякая власть на небе и на земле». Однажды Он восстановит всю природу. Он сделает ее такой, какой она была до грехопадения Адама. Сейчас мы видим, что природа испытывает проблемы. Наши физические тела стареют и умирают. Физический мир все еще полон скверны. Сильные звери продолжают охотиться на слабых. Змеи до сих пор имеют яд. Болезни все еще приходят. Ураганы и торнадо уничтожают все на своем пути. И этот список можно продолжать. Но есть и хорошая новость. Есть тот, у кого есть власть над всем миром. И кто может все изменить? И этот человек — Христос. Вы можете сказать аминь? Я хочу услышать громкие аплодисменты Господу. Итак, теперь у меня к вам вопрос. Кто такой Христос? Не все люди понимают это. Ведь когда они слышат о нашем воскрешении Господа и Спасителя, Иисусе Христе, они думают, что Христос — это Его фамилия. Давайте посмотрим, что Слово Божие говорит о Христе. 1 Коринфянам 12, 27 говорит, «И вы — тело Христово, а порознь — члены». Вы слышали это? Иисус — голова, а мы — все остальное. Все настолько просто. У всех вас есть голова на плечах, не так ли? И у вас есть тело. Обращаетесь ли вы к телу иначе, чем к голове? Остин, подойди сюда. Где мой сын? Я горжусь им. Подойди сюда. Скажите «Привет, Остин». Это Остин Бивир. Я горжусь этим молодым человеком. Итак, предположим, что Остин идет мимо высокого забора, и вы видите только его голову. Что вы скажете? «Вот Остин». Я прав? А теперь предположим, что он идет мимо стены, которая закрывает только его лицо. Когда вы увидите его тело, то скажете, «Эй, это Стив». Но это по-прежнему Остин Бивир. Иисус Христос, наш Господь, является главой, а мы – его тело. Кто же представляет его на земле? Мы – его церковь. Спасибо, Остин. Вы со мной? Вы со мной? Поэтому, когда вы читаете о Христе в Новом Завете, вы должны видеть в Нем и себя. Не только того, кто умер на кресте. Евреям 2.11 говорит, «Ибо и освящающие, и освящаемые все от единого». Иисус молился и говорил, «Молюсь не только о них, но и о тех, кто верует в Меня через Слово Их, чтобы они были едины в нас». Говоря «Нас», Он говорит о Боге Отце, Сыне и Духе Святом. Но мы тоже едины. Мы Его тело. Мы – тело Христа. Мы – Христос на земле. Самое время сказать «Аминь». Петр пишет в Своем послании, что мы были перерождены Словом Божьим. Чтобы стать причастниками Божественной природы, точно так же, как рука Остина имеет такой же ДНК, как и его лицо, так и мы стали причастниками Божественной природы Христа. Верим ли мы в это, как Церковь? Ходим ли мы по этой земле, как тело Христа? Или мы – тело без головы? Я хочу сказать вам кое-что сейчас. Мы никогда не поднимемся выше того, во что мы верим. Поэтому, заканчивая этот урок, я бросаю вам вызов. Разделено ли тело Христа? Является голова чем-то одним, а тело чем-то другим? Или это один Христос? Он – один Христос, и мы едины с Ним. Поверьте, не имеет значения, что мы с вами сделали. Все связано Его неизмеримой благодатью. Его неизмеримая благодать сделала нас причастниками Его Божественной природы. Мы представляем Христа на земле. Я Джон Бивир, и я хочу поговорить с вами о непреклонности, той силе, которая нужна вам, чтобы никогда не сдаваться. Знаете, то, как вы закончите свою жизнь, имеет огромное значение. На самом деле, конец имеет большое значение, чем начало. Иисус явно сказал об этом. Книга Экклесиаста говорит об этом. Многие верующие не дойдут до конца в последние дни. Библия говорит об этом. В ней сказано, что в последние дни многие отпадут от веры. Почему? Я путешествовал по всему миру более 20 лет, и мое сердце страдало от понимания того, сколько людей уходят из церкви, отходят от веры, продолжая говорить, что являются христианами. Но при этом утратили всю силу и огонь. Почему это происходит? Я скажу вам почему. Потому что они не готовы страдать. Именно в этом и заключается сила непреклонности. Подумайте об этом. Вы входите во враждебную среду. Там летают пули. Люди ходят с оружием. Вы идете туда, и в вас попадает пуля. Сколько времени вам нужно, чтобы восстановиться после ранения? Месяц. Год. Но что если перед тем, как идти туда, вы наденете бронежилет? Допустим, когда вы зайдете на вражескую сторону, в вас или в ваших людей попадает пару пуль. Бронежилет не даст пулям проникнуть в вас. Я хочу задать один вопрос вам, лидеры. Возможно, вы отец или мать, пастор или лидер какой-то организации. Большинство людей, к которым я сейчас обращаюсь, должны быть лидерами. Потому что Бог говорит, что мы голова, а не хвост. И вот какой вопрос я хочу задать вам, как лидеру. Хотите ли вы оснастить свой народ, выдав им духовные бронежилеты? Бог говорит, что его народ попал в плен. Он ранен из-за недостатка знания. Готовы ли вы уделить время, чтобы дать это знание тем, кого вы любите, чтобы они смогли приготовиться к трудностям? Я верю, что это послание укрепит вас. Оно приготовит вас к тому, что может преподнести вам жизнь. Мы должны ясно понять, откуда приходят испытания и гонения. И тогда вы сможете правильно противостоять врагу. В Римлянам 5.17 сказано, что все те, кто принял Божий избыток благодати, призваны царствовать в жизни. Люди, которые не готовы страдать, которые не подготовлены к страданиям, в итоге оказываются на обочине. Я желаю, чтобы Церковь Иисуса Христа в Америке и во всем мире поднялась и стала сильной. Я верю, что послание о непоколебимом духе – это инструмент от Бога, который приготовит нас к будущему. Я хочу, чтобы вы стали непоколебимыми верующими. Become a Relentless Believer. You can purchase your own copy of John Bevere's new book, Relentless, today for only $19 in the U.S., £12 in the U.K., and $20 in Australia. Or you can request the complete Relentless Experience curriculum for $129 in the U.S., £74 in the U.K., and $149 in Australia. To place your order, visit us online at messengerinternational.org. Viewers of the Messenger get 25% off their order. All you have to do is enter the promotional code TV25off at checkout. Also, you can download a Relentless message absolutely free. Just go to messengerinternational.org slash downloads for your free message. Now you can follow John and Lisa on Facebook and Twitter. We look forward to hearing from you. Thank you very much for listening to the program. We hope you've achieved the opportunity to strengthen your faith in the U.K. To learn more about the material of our services, about the program and the program of the service of John and Lisa, visit our website messengerinternational.org. We'll see you next time.